Консультации от крымских и российских экспертов. В Симферополе провели международный день оказания бесплатной юридической помощи. В течение дня более сотни жителей полуострова получили возможность услышать ответы на разнообразные вопросы. В коридоре Совета Министров десятки людей. У каждого своя проблема. Зинаида Коростылева отнесла газовые счетчики на проверку, но получить их обратно не смогла. Более того, пенсионерку заставляют покупать новые. Там три дня он постоял, я прохожу забирать. Он сказал, который отдает счетчики, я говорю, мужчина, они негодные, купляйте новые. Я иду дальше, там написано ремонт счетчика. Я подошла оттуда к мужчине, спрашиваю, можете отремонтировать? Он говорит, мы до Нового года ремонтируем бесплатно. Нам запретил начальник Коновалу, запретил вообще ремонтировать счетчики. А вот у Галины Карпинской история совершенно иная. Буквально на днях она узнала, что ее отец, ветеран Великой Отечественной войны, много лет назад был удостоен орденом славы третьей степени. Но награда так и не попала в руки героя. Сын в интернете нашел и сделал распечатку документов, там даже распечатка, наградной лист, приказы и все-все-все. Хочется получить эту награду, чтобы она была у меня дома для моих детей, внуков, правнуков. Я не хочу, чтобы она в архиве лежала. Она там пролежала уже 70 лет. Международный день бесплатной юридической помощи традиционный для России. Его ежегодно проводят 27 июня. Для Крыма это в новинку, но республиканские власти уверены, он станет доброй традицией. У нас очень грамотные специалисты задействованы. Это и адвокаты, и судьи, и судебные приставы, потому что много вопросов в этой сфере возникает. Я думаю, что мы будем практиковать все такие приемы граждан. Тем более, что у нас создано Министерство юстиции, одну из функций которого тоже будет оказание бесплатной правовой помощи. Организовывает подобные акции общественное объединение Ассоциации юристов России. Специалисты как из материковой части страны, так и из Крыма провели совместный прием. Вопросы разные. В основном взыскание алиментов, раздел имущества, взыскание денежных средств. Российское законодательство более жесткое, поэтому исполнение решения судов, конечно, будет, я так думаю, будет исполняться, процент исполнения будет больше. Вопросы все решаемы. То есть каких-то неразрешимых вопросов я пока не увидел. Много вопросов связано с тем, как в рамках существующих изменений людям к ним адаптироваться, как пройти адаптационные процедуры. Консультации проводились целый день. За это время помощь в решении своих проблем получила около сотни крымчан. Екатерина Наумова, Игорь Романенко. Время новостей.